Друзья, вы уже смотрели тизер нового фильма о Человеке-пауке? Очень классно, и сейчас вместе его посмотрим на английском и разберем. Итак, это рубрика «Английский на слух» на материале тизера «Spider-Man No Way Home». Are you ready, guys? Let's start! Девушку довольно сложно понять, да, очень быстро говорит, зажевывает, но ничего, сейчас разберемся. И, друзья, если у вас есть возможность, надейте наушники, потому что у них на самом деле лучше слышно иностранную речь, и сделайте погромче. Плюс в описании к этому видео есть тайм-коды, чтобы перематывать. В общем, пользуйтесь, это на самом деле поможет вам несколько раз переслушивать фрагменты и лучше тренировать, осваивать навык понимания на слух английской речи. Итак, слушаем теперь фрагментами, буквально по маленькой фразе, по маленькому кусочку. Oh, look at this, this is a good one. Ну, посмотри на эту. Look at this. Эту, в смысле, может быть статью, или, может быть, на этот заголовок, тут как бы не очень понятно. Дальше. This is a good one. Он, как бы, хороший. Опять же, либо заголовок хороший, либо статья хорошая или интересная. То есть, ну, взгляни, это интересно, да, так можно перевести. Кстати, слово one, это не то, что цифра один, да, это еще и заменитель существительного. В данном случае one используется вместо слова, скажем, article, статья. То есть, this is a good article. Так можно еще было бы сказать, например, да. Дальше. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Some suggest that Parker's powers include. То есть, некоторые, suggest, как бы, предполагают, что powers, способности Паркера, Питер Паркер, это человек-паук, да, include, это включают себя. Что они включают? Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. The male spider's ability to hypnotize females. Очень непонятно, очень странно. На самом деле, все очень просто. Способности паука-самца гипнотизировать самок. Да, вот такой перевод. Male, female. Запомните очень классные слова. Male, это мужской пол, например, да, мужчина. Female, это женский пол. Часто в анкетах, когда мы заполняем, там требуется указать, там, в графе пол, там, male, female. Или же можно использовать, например, female singer. То есть, female singer, как бы, женский род, или, там, женщина, да, певец. То есть, это певица. Female singer, это певица. Дальше. Stop, come on. То есть, хватит, перестань, да, ну, заканчивай уже. Yes, my spider lord. То есть, она, как бы, немножко издевается над ним. То есть, да, мой, там, не знаю, паук-повелитель, или мой повелитель-паук, spider lord. Так можно перевести. И в конце еще одна была реплика. Can we just like stay up here all day? It is so crazy down there. Can we just like stay up here all day? Можем ли мы просто оставаться здесь наверху весь день? Ну, если дословно переводить, да? Stay up here. То есть, наверху, не на крыше. Как бы, внизу там что-то происходит, а они наверху хотят просто остаться. Он говорит, можно ли просто остаться здесь весь день? И что было внизу? Can we just like stay up here all day? It is so crazy down there. It is so crazy. Это так, как бы, сумасшествие или сумасшедший внизу. В общем-то, внизу происходит сумасшествие, внизу там полный ужас, полный разбериха. Вот такая вот реплика. Ну что, все понятно? Отлично, двигаемся дальше. Следующий фрагмент. Здесь, на самом деле, проще, да? Единственное, что вот этого диктора сложнее, наверное, понять, чем просто реплику Питера или его девушки. Давайте по фразам пойдем. That's right, folks. That's right, folks. Это значит, да, так и есть ребята, там, друзья или народ. Вообще, folk это народ или народный. Но здесь, опять же, да, люди или да, народ, да, друзья. Ну, как угодно можно перевести. В общем, да, так и есть, что так и есть. Spider-Man is, in fact, Peter Parker. Spider-Man is, in fact, Peter Parker. То есть, Человек-паук, на самом деле, Питер Паркер. Или Питер Паркер, это на самом деле, есть Человек-паук. То есть, вот они, видите, пошли новости, и все узнали, что Питер Паркер, это на самом деле, Spider-Man. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. Listen, I did not kill Mysterio. Послушайте, я не убивал Mysterio. Предыдущей части, там так получилось. Ну, в общем, не буду спойлерить, посмотрите. Хотя, тут уже есть спойлер, то, что Питер как будто бы убил Mysterio. Так, он говорит, что не убивал, а кто убил? The drones did. The drones did. Drones — это дроны. То есть, я не убивал, а дроны убили. The drones did. И что отвечает полицейский? The drones that are yours. The drones that are yours. То есть, дроны, которые твои. То есть, твои дроны убили. Ты про это говоришь, Питер Паркер? Вот такая вот интересная завязка сюжета. That's right, folks, Spider-Man is, in fact, Питер Паркер. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Слушаем дальше. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. How do you tell someone that you're Spider-Man? Угу, хороший фрагмент. Давайте по фразам пойдем. Значит, первое, что там было. Does any part of you feel relieved about all this? Does any part of you feel relieved about all this? Если дословно перевести, то любая или какая-то твоя часть чувствует облегчение по поводу всего этого. Ну, как-то странно, да? Немножко звучит. Если художественный перевод, то тебе стало полегче от всего этого. Можно так перевести. Тебе стало легче, полегче от того, что происходит, от всего этого. Такой перевод. Вообще слово to relieve – это облегчать, ослаблять, улучшать такое значение. Ну, допустим, to relieve pain. Как бы облегчать, там, не знаю, снимать боль. Такое значение, да? Дальше. Что отвечает Питер? What do you mean? What do you mean? Очень быстро сказал. What do you mean? What do you mean? То есть, что ты имеешь в виду? Как бы что? Полегчало? Ты шутишь? Now that everybody knows, you don't really have to hide or lie to people. Now that everybody knows, now, ну, как бы теперь, когда все знают. Now that everybody knows, что там knows. You don't really have to hide or lie to people. You don't have to hide or lie to people. То есть, you don't have to hide. Тебе не нужно прятаться или lie to people, или обманывать людей, долгать людям. For the record, I never wanted to lie to you. For the record, I never wanted to lie to you. For the record. Вообще, это для записи, для протокола. Но в разговорном английском совершенно другое значение. Это значит, ну, кстати, на самом деле, честно говоря, так можно перевести, да? То есть, честно говоря, на самом деле, I never wanted to lie to you. Я никогда не хотел тебя обманывать, лгать тебе. But how do you tell someone that you're Spider-Man? But how do you tell someone that you're Spider-Man? Ну, как ты вообще кому-то можешь сказать про то, что ты Человек-паук? То есть, как вообще это сказать, да? Как сформулировать, как этому подвести человека? На самом деле, хороший вопрос, как это, как об этом сказать, да? Я железный человек. Слушай, следующий фрагмент. Слова Питера. Вполне неплохо, да? Он довольно четко говорит. Порой, конечно, ускоряется, немножко зажевывает, но тем не менее. Лучше, чем девчонку в начале ролика, да? Вообще было тяжело ее понять. Значит, что он сказал? Первая фраза. Теперь все знают, да? Все знают, что я Человек-паук. But this isn't about me. Но это не про меня. Это как бы не только про меня. Это не только обо мне, про меня. Вообще, to hurt, это причиняет боль, не знаю, ушибиться, удариться, болеть. Так можно перевести. This is hurting a lot of people. То есть, это причиняет боль многим людям или от этого страдает много людей. Так тоже можно перевести. Я думал, как бы некоторое время он думал. Теперь continuous, да? Я думал, я подумывал, раздумывал. Как это починить, да? Как это все исправить, как это все починить. Так можно перевести. Так, смотрим дальше. Заметили, что Питер посмотрел на эту гирлянду, где были волшебники, там, да? Не знаю, кто это. И сразу вспомнил про доктора Стрэнджа. Как раз появился доктор Стрэндж. Очень интересно, в конце была шутка, оценили? Сейчас давайте разбираться, как она переводится. Значит, слушаем по фразам. Если дословно, ну, Питер, to what? Чему do I owe? Я обязан или... Да, обязан. The pleasure, удовольствие. Чему обязан удовольствие. На самом деле это переводится... Чем обязан? Чем могу помочь? Когда кто-то кому-то приходит, допустим, в гости, да? Или там какой-то клиент, может быть, человек звонит. Мы обычно спрашиваем, ну, чем могу помочь? Чем обязан? Какой целью пришел? Да? Цель визита. Как и здесь. Это так немножко формально звучит, но... Тем не менее, это используется. I'm sorry to bother you, sir. I'm sorry to bother you, sir. I'm sorry. Простите, to bother, беспокоить, что тревожу. Простите, что тревожу, sir. Простите, что беспокою. То есть, вообще, to bother, хорошее слово. Запомните. Допустим, don't bother me, I'm busy. Не тревожь меня, не докучай мне. Я занят. Bother, запомните. Don't bother, не тревожь меня, не беспокой меня. Значит, I'm sorry to bother you. Простите, что беспокою вас. Sir обращается на sir, да? На что отвечает доктор Стрэндж? Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Please, we saved all the universe together. Ну, будете, да? Или, ну, пожалуйста. Мы вместе спасли вселенную. В чем вообще речь? Какой сэр, да? Дальше. I think we're beyond you calling me sir. I think we are beyond you calling me sir. Если дословно, я думаю, что мы за пределами, ты называние меня сэр. Очень странно, да? Это звучит, если дословно перевести. Но как на русский красиво это можно переложить? Допустим, я думаю, мы прошли тот этап, когда ты называешь меня сэр. Или, ну, будет тебе. Мы уже прошли то время, когда ты обращаешься ко мне на вы, да? Ну, в общем, разные варианты. Если у вас есть красивый перевод на русский, напишите в комментариях и прочитаю. Потому что порой мне сходу сложно это придумать. Правильно, художественно перевести на красивый русский. Значит, я думаю, что можно уже не на вы, да? Так тоже можно сказать. И что говорит Питер? Хорошо, Стивен. То есть обратился к Доктору Стрэнджеру по имени. И еще самое смешное. Такое лицо на секунду, да? Задумался. Ощущения такие необычные, как-то странно это все ощущается. То, что Питер, как бы ребенок, да, подросток к такому уважаемому доктору обращается на ты, да, Стивен. Немного странно. Но так уж и быть. Ну, я разрешаю, я позволяю. Такое, как бы, там, интересно получать, как бы, игра слов, да? Ну, так уж и быть. Разрешаю. То есть в этом случае, да, пойдет. Друзья, интересный факт про онлайн-школу английского языка Inglex. Inglex очень тщательно подходит к вопросу отбора преподавателей. Только вот в прошлом году, в 20-м году, отдел кадров Inglex получил 37 529 резюме. И из них только 518 кандидатов дошли до этапа собеседования. И получили работу всего лишь 235 человек. Вы только вдумайтесь. Из 159 получают работу, только один получает работу. Список преподавателей есть на сайте Inglex. Вы можете изучить их стаж работы, специализацию и даже послушать голос. Друзья, кто ищет грамотного преподавателя, вы знаете, что делать. В описании к этому видео ссылка. Также информация для новых учеников. Если вы оплатите любой пакет занятий и введете промокод ALEKS, вы получите еще три урока бесплатно в качестве подарка от Inglex. Всем удачи. Дальше. Не совсем просто, да? Там довольно тоже невнятно говорит Питер. Но тем не менее, давайте по фразам. Вначале все отлично. Когда Мистерио revealed my identity. Рассказал, кто я есть на самом деле. Или как бы разоблачил меня. Или, не знаю, раскрыл, кто я. Идентичность или просто кто я, мою личность. Мистерио рассказал, кто я. Что произошло. My entire life got screwed up. Моя, вся моя жизнь, да? My entire life got screwed up. Как-то перевести лучше. Ну, пошла кувырком, вверх ногами. Все там, в общем, поломалось, испортилось. Вышлось под контроль. А вообще, to screw up – это облажаться, потерпеть неудачу, испортить, портить. Массу значений. Разговорная такая фраза, фразовый глагол. Ну, допустим, He screwed everything up again. Он опять все испортил. Или, допустим, She is so screwed up. She is so screwed up. Значит, у него вообще там все плохо, не все в порядке с головой. Масса вариантов, как это можно перевести. И, что еще добавляет Питер? Очень быстро пошло, да? Давайте еще раз послушаем. Мне, как бы, интересно, if maybe вы, может быть, could make it могли бы сделать так, как? Что он, это Mysterio, никогда не разоблачал меня, да? Не рассказывал, кто я. В общем, он просит у Strange помощи. Помогите мне. Сейчас очень забавный, такой короткий фрагмент. Там есть шуточка. Послушайте. Довольно все понятно будет, на самом деле. Значит, давайте еще раз, что говорит помощник Стрэнджа. Strange. Don't cast that spell. Don't cast that spell. Значит, вообще, to cast. В играх на жаргоне геймеров это, значит, кастовать, то есть, накладывать спелл заклинания. То есть, не накладывай это заклинание или просто, может перевести, только не это заклинание, не произноси это заклинание. Вот так вот. В общем, не заклинай. Ну, в общем, как угодно. Не произноси это заклинание. Самый лучший вариант, мне кажется. И почему? It's too dangerous. It's too dangerous. It's too dangerous. Это слишком опасно. И что отвечает Strange? Fine. I won't. Fine. I won't. Хорошо. Fine. I won't. Я не буду это делать, да. Я не буду его произносить. И потом он подмигивает, заметили? Подмигивает Питеру. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. Сейчас будет довольно сложен длинный фрагмент, поэтому внимательно слушайте. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So, MJ is going to forget about everything we've ever been through? Stop tempering with the spell. Oh my God, Ned. He's my best friend. My aunt May should really stop talking. What just happened? Ну, вначале нормально, да? Strange легко понять. Но вот паук, конечно, передумит так сильно, ускоряется, что просто невозможно ловить все. Давайте по фразам. The entire world is about to forget that Peter Parker... The entire world is about to forget. Значит, весь мир is about to forget. Забудет или скоро забудет, собирается забыть. Вообще фраза to be about to do something очень классная. Это почти что-то сделать, собираться что-то сделать. Ну, допустим, I was about to call you, but you called me first. Я собирался тебе позвонить, я почти тебе уже как бы набрал, но ты позвонил первый. To be about to... Запомните, очень классное выражение. Значит, весь мир практически уже забыл, сейчас забудет. О чем? About to forget, that Peter Parker is Spider-Man. Что Peter Parker это Человек-паук. Wait, everyone? Wait, everyone? Дословно, жди каждый, то есть подожди, что каждый забудет? Да, так вот можно перевести. Что? Каждый? Can't some people still know? Can't some people still know? То есть не могут некоторые люди все еще знать или все же знать. Ну, по-русски будет красиво звучать, ну, разве некоторые люди не могут знать, кто я? Или как-то еще можно... Некоторые люди все же будут знать. Как бы такая, да, реплика. То есть зачем всем забывать? Может кто-то все-таки будет помнить? That's not how the spell works. That's not how the spell works. That's not how the spell works. Дословно, это не так, как заклинание работает. Да, если перевести. Это не так, как заклинание работает. Значит, это так не работает. или заклинание так не работает. Хороший перевод. Дальше. So MJ is gonna forget значит MJ is gonna forget everything, да? Все. Поэтому MJ это имя девушки. Поэтому MJ is gonna forget как бы она собирается забыть everything about everything да, обо всем. О чем обо всем? So MJ is gonna forget about everything we've ever been through? We've ever been through. Там не очень было понятно, я переслушал два раза. We've ever been through. We've ever been through. To be through это преодолеть. То есть MJ забудет обо всем, что мы вместе прошли, преодолели. Такой перевод. Стрэндж говорит Stop tampering with the spell. Stop tampering. Вообще глагол to tamper имеет разное значение. Я думаю здесь это сказать как мешать, да? Stop tampering with the spell. Перестань мешать заклинанию или портить заклинание. Вмешиваться в заклинание. Вот так как-то можно сказать по-русски. Oh my god, Ned. He's my best friend. Oh my god, Ned. He's my best friend. О боже, Ned, он мой лучший друг. Ну, было довольно понятно. My aunt May should really know. Здесь не очень понятно. Давайте еще раз переслушаем. My aunt May should really know. Oh, my aunt May should really know. Вот и все. А, моя тетя Мэй, она должна знать как бы should really know. Ей следует знать, да? То есть она должна знать, кто я. Stop talking. Stop talking. Хватит болтать, замолчи, замолкни. Ну, тут все просто. What just happened? Тут было тоже все довольно легко. Что только что произошло? Что случилось? What just happened? That the entire world was about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So, MJ is going to forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh, my God, Ned, he's my best friend. My aunt May should really... stop talking. What just happened? Друзья, дальше довольно длинная реплика Стрэнджа, но, к счастью для нас, он довольно просто говорит, все очень раздельно, отлично произносит, но, хотя там будет пару слов, которые, возможно, вы не знаете, но, тем не менее, слушаем. Ну что, друзья, много поняли? Пишите в комментариях. Мне кажется, что эта реплика довольно-таки довольно-таки легко ее понять. Давайте по фразам. Первое предложение здесь было самое сложное. Вообще, темпра это как бы вмешиваться, опять же, мы вмешались в стабильность пространства и времени, я бы так сказал, наверное. Да, наверное, такой перевод. Дальше. Мультиверс is a concept about which we know frighteningly little. Значит, мультивселенная, да, это концепция, которую мы знаем пугающе мало. Так, если дословно. В общем-то, о мультивселенной мы практически ничего не знаем. Мы мало что знаем или понимаем в мультивселенной. Такой перевод. И дальше было. то есть, в тебе в том, что ты пытаешься жить двумя разными жизнями. Да, вот такая реплика. да, с этим все плохо, да. The longer you do it, the more dangerous it becomes. То есть, the longer the, это чем, тем. The longer чем дольше ты это делаешь, the more dangerous it becomes. Тем опаснее это становится. В общем, чем дольше ты, чем глубже ты в этом, не знаю, увяз, да, тем хуже. То есть, все плохо, надо быстрее с этим завязывать. Только одна жизнь должна быть у тебя. Не две разные. И сейчас будет самое интересное. Смотрите внимательно, потом я спрошу вас, что именно вы увидели или услышали. Итак, смотрим вместе. Как вам концовочка? Шикарная, да? Давайте еще раз прислушаем. Be careful what you wish for, Parker. Be careful what you wish for, Parker. То есть, будь осторожен what you wish for, что ты желаешь, Parker. То есть, будь осторожен со своими желаниями, да, такой еще вариант хороший. Слышали смех, граната, голос? Никого не вспомнили? и последняя реплика, там появляется доктор-освиног, вы догадались, да? Hello, Peter. Ну, все поняли, ставьте лайки, кто понял. Hello, Peter. Привет, Peter. В общем, мой вопрос к вам. Как вы думаете, сколько будет злодеев в этой части про Человека-паука? Я насчитал минимум три. Осьминога вы увидели. Подсказка есть вот, граната и смех, да, это другой злодей. И еще мне показалось, там был третий. В общем, пишите в комментариях, что вы думаете. О, это очень хорошо. Некоторые говорят, что паркер включают милые спайдеры способности хипнотизировать женщин. Стоп, давай. Да, мой спайдер-лорд. Можно мы просто стоим здесь весь день? Это так crazy там. Это правда, спайдер-мен в самом деле Петер Паркер. Слушай, я не убил Мистерио. Дроны это. Дроны, которые твои. Петер Паркер. Петер Паркер спайдер-мен. Wait, everyone? Какие люди все знают? Это не как это спайдер-мен. Так, М. Джейм будет забыть все мы уже прошли? Стоп, тампер, с спайдер-мен. О, мой бог, Нед, он мой лучший друг. Моя маи не говорит. Стоп говорить. Джейм Продолжение следует... Продолжение следует... Ребята, активнее пишите комменты, наш конкурс продолжается. А я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. Bye-bye.